В Млечном пути около 400 миллиардов звезд. Возле многих из них есть планеты, большие и маленькие, каменистые и водные. Кажется, что все это множество планет просто обязано кишеть инопланетянами. Но вот вопрос, где они все? Этот вопрос называется парадоксом Ферми, и он мучает ученых уже больше 70 лет. Все началось в 1950-м, когда итальянский физик Энрико Ферми сидел за обедом с коллегами в Лос-Аламосе. Они безобидно шутили про пришельцев, как вдруг Ферми серьезно спросил, где все? Вселенной почти 14 миллиардов лет, нашей галактике около 13 миллиардов. За это время могли родиться тысячи, а то и сотни тысяч цивилизаций. Даже если бы их ракеты имели скорость всего в 1% от скорости света, а это около 1800 миль в секунду, им понадобилось бы всего несколько миллионов лет, чтобы колонизировать всю галактику. Для Вселенной это время — ничто. Но вот парадокс — мы не видим ни кораблей, ни сигналов, ни даже космического мусора вроде оберток от инопланетных чипсов. Так в чем же дело? Может, мы действительно одни, единственные счастливчики, которым удалось зажечь искру разума в этом холодном океане космического пространства? Ученые выдвигают кучу гипотез. Одна из них носит пафосное название «Великий фильтр». Эта идея, что жизнь легко зарождается, но на определенном этапе, например, при переходе от микробов к многоклеточным или от разума к космическим полетам, не может преодолеть какой-то барьер и погибает. Возможно, мы, люди, уже прошли этот фильтр, а другие цивилизации неподалеку от Земли нет. А может быть, мы еще не дошли до Великого фильтра? Но давайте пока забудем про невеселые космические гипотезы и предположим, что жизнь среди звезд все-таки есть. Как она могла бы выглядеть? Вселенная — это не только Земля с ее лесами, океанами и нами, любителями YouTube-роликов. Далеко в космосе существуют планеты с невероятно высокой гравитацией, испепеляющими ветрами, ледяными пустынями и атмосферой, где кислород — редкий гость. Если где-то за пределами Солнечной системы и живут разумные существа, они явно не похожи на нас. Их тела, дома, технологии — вид всего этого будет зависеть от природных условий родного мира инопланетян. Представьте себе планету размером с Марс. Гравитация там около 38% от земной. Если бы там эволюционировала жизнь, ей пришлось бы адаптироваться к таким условиям. Растения, например, могли бы стать из-за низкой гравитации гигантскими, но хрупкими. На Земле деревья удерживаются под гравитацией, наращивая толстые стволы, а на планетах вроде Марса они могли бы тянуться к небу на 300 футов, как тонкие травинки-переростки. А теперь представьте местных животных. Это были бы длинноногие создания с тонкими конечностями, похожие на пауков или цапель. Из-за условия внешней среды им было бы удобнее прыгать на десятки футов, чем ходить пешком, как мы. Кости животных были бы легкими, как у птиц, а мышцы бы не такими мощными, как у нас. Зачем напрягаться, если гравитация не давит на тебя? А какой была бы разумная жизнь? Инопланетяне с такой планеты могли бы вырасти в настоящих долговязых акробатов. Футов 20 в высоту, с тонкими руками и ногами, как у кузнечиков. Их города строились бы преимущественно вверх, а не вширь. Башни из легких материалов, вроде углеродных волокон, поднимались бы на мили. С их гравитацией такие гигантские здания построить было бы несложно. Вместо лестниц зеленые акробаты делали бы специальные платформы, на которые можно было бы легко запрыгивать. Транспорт? Забудьте про машины. Со своим легким скелетом и телом в целом они бы летали на крыльях, как гигантские стрекозы. Или передвигались прыжками, как кенгуру на стероидах. Их технологии могли бы использовать слабую гравитацию. Например, запуск космических кораблей был бы проще простого. Не нужно мощных ракет, достаточно небольшого толчка, и ты уже на орбите. Может, именно такие цивилизации сейчас смотрят на нас сверху и думают, Ну и мелюзга, как они вообще дожили до наших дней. Но есть и минусы. Низкая гравитация делает тела намного слабее. У земных астронавтов, которые проводят месяцы на орбите, кости со временем становятся очень хрупкими, а мышцы слабеют. Если межзвездные жители решили бы посетить Землю, их бы просто раздавило по прилете, как кусок теста под скалкой. Эволюция такой жизни пошла бы другим путем. Возможно, у них развился бы мощный экзоскелет, как у насекомых, чтобы держать форму. Или они научились бы жить в жидкой среде, где давление компенсирует слабость костей. А еще их атмосфера могла бы быть плотнее нашей, что позволило бы заметно эффективнее поддерживать эти хрупкие формы жизни в целости. Представьте себе разумного осьминога с крыльями, парящего в густом тумане. Вот вам житель низкогравитационной планеты. А теперь перенесемся на планету с противоположными условиями. Возьмем суперземлю. Планету в 2-3 раза массивнее Земли, где сила тяжести может быть в 2-3, а то и 5 раз больше земной. Там каждый шаг, как прогулка с рюкзаком, набитым кирпичами. А прыжок – недостижимая мечта. Растения в таких мирах были бы приземистыми и крепкими. Никаких высоченных деревьев, только плотные кусты или мох, стелющийся по камням. Они могли бы расти под землей, в трещинах, где гравитация чуть меньше давит, или цепляться за скалы, как лианы. Животные – низкие, широкие, с мощными лапами и толстыми костями. Представьте себе нечто среднее между слоном и черепахой, но с плоским телом, чтобы распределять вес. Таким был бы типичный представитель местной фауны. Животные в подобных условиях ползали бы, а не ходили, или передвигались на множестве коротких ног, как сороконожки. Прыгать там все равно, что пытаться взлететь с тяжеленной гирей на шее, так что эволюция сказала этим животным – ребята, ползите и не наглейте. А разумные существа? Эти ребята были бы настоящими крепышами. Ростом может с три фута, но с крепкими плечами, как у борцов с умо, и толстыми ногами, как у носорога. Их скелет – это буквально стальной каркас. А мышцы такие, что ими можно гвозди забивать. Жить такие здоровяки могли бы в пещерах или низких бункерах, потому что строить небоскребы на таких планетах сродни самоубийству. Все рухнет под собственным весом. Транспорт тоже в корне отличался бы от нашего, земного. Забудьте про колеса. Пришельцы при высокой гравитации катались бы на гусеничных платформах или изобрели бы что-то вроде магнитных подушек, чтобы скользить над поверхностью. А вот в космос выбраться к крепышам было бы сложнее. Ракеты пришлось бы делать огромными, запасы топлива делать неисчислимыми, чтобы вырваться из гравитационного капкана. Может, поэтому мы их не видим, пришельцев? Они просто не могут оторваться от родной земли? Любопытно, что высокая гравитация влияет и на мозг. Кровь труднее доходит до головы. Так что инопланетяне в подобных условиях попросту не выжили бы, если бы их кровеносная система не эволюционировала должным образом. Пришельцы могли бы рождаться с несколькими сердцами, чтобы быстрее гнать кровь по венам. А еще атмосфера их планеты, скорее всего, была бы плотной и тяжелой, как на Венере. Дышать там все равно, что пытаться вдохнуть воздух на дне океана, так что легкие местных обитателей были бы мощными, как кузнечные меха. Представьте себе разумное существо размером с бочонок, с толстой кожей бегемота и таким громким дыханием, что уши закладывает. Хотели бы вы с таким познакомиться? Пока мы гадаем, почему инопланетяне не стучатся в нашу дверь, давайте представим, как они могли бы выживать в своих мирах, где погода — это не просто дождик или ветерок, а настоящее испытание. На Земле мы привыкли к мягкому климату. Солнце приятно согревает своими лучиками, ветерок приносит прохладу. Да, случаются порой штормы, смерчи, либо землетрясения, но это скорее исключение из правил. Однако на иных планетах условия бывают такими, что земной ураган покажется легким бризом. Как бы выглядела жизнь на планетах с экстремальной погодой? Начнем разговор про погоду с планет, где царят вечные бури. Представьте себе мир вроде Юпитера, только поменьше. Атмосфера там — это густой суп из метана и аммиака, а ветры дуют со скоростью 300 миль в час. На Земле ураган со скоростью 70 миль в час уже сносит крыши, а что сотворил бы внеземной ураган с каким-нибудь Нью-Йорком, страшно представить. Растения на такой планете были бы настоящими выживальщиками. Низкие, цепкие, с корнями, которые вгрызаются в камень, как якоря. Их листья могли бы сворачиваться в трубки, чтобы не рваться на ветру или вовсе отсутствовать. Зачем, если фотосинтез идет прямо через пары стеблей, как у кораллов? Животные были бы, скорее всего, обтекаемые с гладкими телами, как у дельфинов, чтобы скользить сквозь ураганы. Или, наоборот, бронированные, как танки с толстой чешуей, чтобы ветер не унес в стратосферу. Теперь снова перейдем к разумным существам. Местные Homo sapiens строили бы города под землей. Их дома — это прочные бункеры с куполами, способными выдержать давление. А выход на поверхность — только через шлюзы, как в подводной лодке. Инопланетяне могли бы использовать силу ветра. Гигантские турбины, торчащие из грунта, снабжали бы энергией целые мегаполисы, скрытые под землей. Их одеждой выступили бы скафандры с аэродинамическими вставками, чтобы не улететь из-за мощных потоков воздуха. Передвигаться инопланетяне могли бы на летающих платформах или цепляться за тросы, как альпинисты. Их технологии, возможно, были бы основаны на контроле погоды. Представьте, как они укращают бури, чтобы построить новый жилой комплекс. Теперь переведем правило на 180 градусов. Переместимся к планетам, где нет ни ветерка, ни облачка, а только палящее солнце. Возьмем мир вроде Меркурия, днем температура до 800 градусов по Фаренгейту, ночью — минус 300. Растения там могли бы выживать, зарываясь днем в песок и раскрываясь ночью, чтобы ловить звездный свет. Их метаболизм был бы медленным, как у черепах, чтобы экономить энергию. Животные тут тоже бы серьезно отличались от земных. Это были бы ночные охотники с теплоотражающей кожей, вроде зеркал, и огромными глазами, чтобы видеть в темноте. Днем они прятались бы в пещерах или под камнями, а ночью рыскали бы в поисках воды, которая прячется в глубоких трещинах. Разумные жители такого мира были бы невероятно крутыми приспособленцами к тяжелым условиям жизни. Их городами стали бы подземные лабиринты с системами охлаждения, работающими на солнечной энергии. Они могли бы носить костюмы с радиаторами, чтобы не превратиться в шашлык, а дома строить из материалов, отражающих жар, вроде керамики или металла. Их день начинался бы с заката, а технологии были бы заточены на добычу воды. Гигантские конденсаторы собирали бы влагу из атмосферы или льда из полярных шапок. А может, они научились жить в вечной тени кратеров, где солнце не достает так сильно, и построили там стеклянные купола с искусственным климатом. А вы смогли бы вы выдержать такой режим — спать днем, а ночью работать? Погода — это еще не самая страшная вещь. Атмосфера — вот что реально лепит жизнь под себя. На Земле мы дышим смесью азота и кислорода, но в космосе вариантов смесей — как капель в море. Представьте планету с плотной атмосферой, как на Венере, где давление в 90 раз выше земного, а воздух — это углекислый газ с капелькой серной кислоты. Растения там могли бы питаться не светом, а химическими элементами, перерабатывать серу и углерод, как земные бактерии в вулканах. Они были бы похожи на кристаллы или слизь, цепляющуюся за раскаленные камни. Животные — крепкие, с панцирями, как у крабов, чтобы выдерживать давление, и жабрами, фильтрующими ядовитый воздух. Они могли бы плавать в этой густой атмосфере, как рыбы в воде, или ползать по дну, питаясь химическими осадками. Если бы разумная жизнь умудрилась развиться в таких условиях, ей пришлось бы хорошенько постараться, чтобы выжить. Местные пришельцы строили бы города в виде сфер, где давление внутри уравновешивает внешнее. Их тела были бы плотными с маленькими легкими, а дышали бы они через мембраны, вытягивая кислород из углекислого газа. Их техника использовала бы жару — двигатели, работающие на тепловых перепадах, или батарейки, заряжающиеся от кислотных дождей. А может, они вообще стали бы летающими? Крылья помогали бы им парить в плотном воздухе, как птицы в земных облаках. А что, если атмосфера разреженная, как на Марсе? Там давление меньше 1% от земного, а воздух — почти чистый углекислый газ. Растения были бы редкими, с огромными листьями для улавливания слабого света. Животные были бы мелкими с большими легкими, чтобы хватало кислорода, и с мехом, защищающим от холода. Разумные инопланетяне жили бы под куполами, где поддерживали бы давление и тепло, комфортное для существования. Их скафандры были бы легкими, но теплыми, а энергию они брали бы от солнечных панелей или ядерных реакторов. Кто знает, может, где-то на ближайшей планете подобная цивилизация уже прячется от нас в каком-нибудь куполе. Вот мы прошлись по воображаемым мирам и увидели другую удивительную разумную жизнь. Но вернемся к главному вопросу Энрика Ферми. Если жизнь во Вселенной может быть такой разнообразной, то где все эти инопланетяне? Почему космос молчит, будто все пришельцы разом покинули чат? Кроме гипотезы Великого Фильтра существуют еще догадки ученых, почему мы так и не встретили никакой жизни в космосе. Давайте разберем несколько гипотез, которые исследователи выдвигают, чтобы разгадать этот парадокс. Первая гипотеза. Мы одни. Звучит грустно, но, быть может, Земля — это космический джекпот, а разумная жизнь — такая редкость, что мы выиграли в лотерею Вселенной. Жизнь могла зародиться на миллионах планет, но эволюция до уровня космических путешественников — это как собрать кубик Рубика вслепую с завязанными руками. Микробы, пожалуйста, растения, возможно, животные иногда, а вот разум, строящий ракеты — один шанс на триллион. Если так, то мы уникальны, как снежинка в пустыне, и Вселенная — это наш личный стадион без зрителей. Но тогда почему нам так повезло? Может, дело в нашей звезде, атмосфере или просто в случайности, которая подарила нам мозг и любопытство? Вторая гипотеза гласит — пришельцы есть, но они прячутся. Может, инопланетяне смотрят на нас, как на шумных соседей, и потому включили режим «не беспокоить». Эта теория называется гипотезой зоопарка. Развитые цивилизации договорились оставить нас в покое, как редких зверушек под стеклом. Их корабли могли бы висеть над нами, замаскированные, как в «звездных войнах», а сигналы шифроваться так, что наши радиотелескопы принимают их за помехи. Интересно, как долго пришельцы в таком случае старались бы не выдавать себя? Четвертая гипотеза твердит о том, что пришельцы либо слишком далеко, либо уже вымерли. Космос огромен. Даже свету нужно 100 тысяч лет, чтобы пересечь Млечный Путь. Если цивилизация отправила сигнал миллион лет назад с другого конца галактики, он до нас еще не дошел. Или же пришельцы задолго до нас развились до ракет и улетели к звездам, далеко-далеко от нас. Может, мы опоздали на вечеринку и все гости разошлись, пока мы возились с колесом и паровым двигателем. Возможно, пришельцы вообще ушли в черные дыры или другие измерения, где время течет иначе, и теперь исследуют параллельные миры. Последнее из известных гипотез мы плохо ищем. Наши телескопы видят лишь крохотный кусочек неба, а проект Сети слушает узкий диапазон частот. Вот, инопланетяне могли бы общаться лазерами, гравитационными волнами или чем-то, о чем мы даже не догадываемся. Может, их сигналы пролетают мимо, а мы просто не знаем, как поймать привет на квантовом уровне. Или они уже здесь, но в виде микроскопических зондов, которые мы принимаем за пыль. Как думаете, стоит ли нам отправлять еще больше сигналов в космос или лучше вести себя тихо? Вот такая она, загадка парадокса Ферми. Сколько бы люди ни старались, пришельцев найти пока не удалось ни следов, ни голосов, ни даже космического мусора. Но вдруг они все же существуют? Пишите в комментариях, что думаете. Если вам понравилось это космическое путешествие, ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди нас ждет еще больше тайн Вселенной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!